Всем привет, вы на канале ДОСБЛОГ, меня зовут Катя, со мной Дима. И сегодня мы будем рассказывать про Марбею, про этот прекрасный, солнечный, настолько солнечный, что нам приходится снимать в очках город. Для того, чтобы вам было удобно просматривать это видео, мы сделаем специальный тайм-код внизу под видео в комментариях, где мы покажем, на какой минуте мы будем говорить про что. В общем, Марбея это город на юге Испании, недалеко от Малаги, это супер популярный курортный город, и сегодня мы вам расскажем, почему он такой популярный, что стоит здесь увидеть, и чем вообще заниматься в Марбее. Пляж в Марбее одно из главных преимуществ, почему сюда едут туристы. Пляж песчаный, то есть здесь мягенько лежать и загорать, и также здесь очень чистое и красивое море. На пляже всегда есть душ, есть и прокаты паддлбордов или катамаранов, и также можно снять шезлонг на день за 6 евро. Над пляжем находится красивая набережная. На набережной находится миллион кафе и магазинов на любой вкус и кошелек. Есть также рестораны на самом пляже, что очень классно, и я советую вам туда сходить. По поводу еды, то здесь отличные морепродукты, паэлья везде всегда вкусная, поэтому советую попробовать. Если вы отдыхаете в Марбее, то вы просто обязаны пойти в старый город. Здесь находятся самые красивые узенькие испанские улочки и красивые андалусийские домики. Также здесь много кафе и магазинчиков. Пятаться от андалусийского солнца помогут парки Марбее. Парк Аламеда находится в самом сердце Марбее, возле старого города, и обычно здесь проходят все мероприятия, если они есть в Марбее. Парк Дела Конституцион подходит для семейного отдыха. Там есть красивая кафешка, где можно прекрасно посидеть и скушать мороженое. Парк Ерепресса будет интересно детям. Здесь очень много места, чтобы побегать, покататься на велосипеде, поиграть на площадке с другими детьми. И также здесь можно увидеть маленьких черепашек. А сейчас поговорим немножечко о жилье Марбее. Здесь есть огромное количество отелей. Есть хорошие отели, есть плохие отели, есть VIP, лакшери, есть ужасные отели. В общем, все как в обычном курортном городке, где можно найти все, что угодно. Но в основном цена за номер в обычном отеле будет стоить от 100 до 150 евро за номер. Есть еще один вариант жилья, на самом деле. Можно снять апартаменты. Можно снять апартаменты в центре старого города, можно на первой линии, можно чуть дальше, ближе к горам. Это на ваш вкус. И обычно апартаменты стоят от 70 евро за ночь. То есть, в принципе, по-моему, это хорошая цена даже по сравнению с отелями. И у вас будет своя кухня, то есть вы сможете еще сэкономить на питании, готовить себе сами. И мы советуем вам пользоваться сервисом Airbnb. Если вы пользуетесь им в первый раз, вы можете зарегистрироваться по нашему промокоду, который указан в описании к видео. И вы получите скидку примерно 15 евро. Она постоянно меняется, поэтому я точно вам не могу сказать, но скидку вы получите точно. Да. Также неотъемлемая часть отпуска это шоппинг. Шоппинг в Морбее, в принципе, тоже можно сделать, очень даже неплохой. Есть два варианта шоппинга. Вы можете походить по магазинам по улице Рикардо Сориано. Это даже не улица, а веню, проспект. Как-то так, в общем, это большой проспект в Морбее. Это центральный, он единственный, поэтому не потеряетесь. Да, и там куча магазинов. Там есть Zara, Massimo Dutti, Pull&Beer и так дальше. Также второй вариант, вы можете поехать в торговый центр. Там больше магазинов, там больше выбор, потому что это торговый центр. Вот, как вы можете туда добраться с центра Морбее, чуть-чуть позже в видео, мы вам все расскажем. Торговый центр Лаканьяда, единственный торговый центр, который находится в Морбее. Здесь очень много магазинов, в том числе и марки корпорации Inditex, такие как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и так дальше. Если вам посчастливилось быть в Морбее в августе и сентябре, вы попадете на хорошие скидки, которые в Испании называются Rebajas. Продолжая тему шопинга, стоит упомянуть супермаркеты Морбее. Основные супермаркеты Морбее это Mercadonna, SuperSol, Lidl, Carrefour, а также Ашан, который здесь называется El Campo и находится он в торговом центре Лаканьяда. В супермаркетах можно купить различные продукты и также есть свежие морепродукты и рыба. Шопинг далеко не единственное развлечение в Морбее. Если вы приедете в Морбею в начале лета, то у вас есть возможность попасть на ферию Морбее, то есть по-нашему это как день города. Заключается этот праздник в том, что городские власти организовывают большую крутую вечеринку, которая длится приблизительно неделю. Обычно выбирают две локации, одна называется дневной, вторая ночной. И вот на дневной локации праздник начинается где-то в 2 часа дня и длится до 8 часов вечера. Там все гуляют, пьют, веселятся, также там проходят концерты, все одевают национальные костюмы и просто отдыхают. Ночная ферия проходит уже в другом месте и начинается она где-то с 8 часов вечера и длится аж до 6 утра, то есть люди гуляют всю ночь и обычно на этой локации находится очень много аттракционов, каруселей, разнообразных игр, бинго и так дальше. В общем, вы все видите на видео. Пуэрто Бонус это испанская Монако. Здесь вы увидите большое количество яхт, лакшери машин, самых дорогих ресторанов и отелей и самых-самых богатых людей. Одно из самых любимых наших развлечений это прокатиться с Марбэй до Пуэрто Бонус на велосипеде вдоль набережной. Снять велосипед в Марбэй очень легко, здесь очень много прокатных пунктов велосипедов, где можно снять велосипед от 8 евро в сутки. Есть и второй вариант снять велосипед. Недавно здесь появился сервис Офо, который заключается в том, что вы скачиваете приложение и через приложение снимаете себе велосипед, который стоит просто на улице. Велосипеды очень узнаваемые, они желтого цвета с надписью Офо. Все, что вам нужно сделать, это подойти к велосипеду, просканировать QR-код. Открыть велосипед и поехать. Потом закончить поездку, заблокировать велосипед и все. Цена этого сервиса будет от евро 75 за 20 минут поездки. Но используя при регистрации промокод, который находится под этим видео, вы можете получить 3 поездки на велосипеде бесплатно. Ну и естественно, велосипед не единственный способ добраться в Пуэрто-Банус. Также вы можете использовать автобус. В Марбайе, естественно, есть автобусы, но их исключительная особенность в том, что они не придерживаются расписания. Расписание можно найти на сайте, на каждой остановке, но в большинстве случаев автобус либо опоздает, либо приедет раньше от 5 до 10, даже до 20 минут может опоздать или приехать раньше. Особенно если праздники. Особенно если праздники, да, то это... И особенно если сезон, то есть летом не плохо ходит. Да, то есть особо не доверяйте расписанию, просто придите на остановку и дождитесь нужного номера вашего автобуса. В Марбайе туристу особо некуда ездить, поэтому самые главные маршруты здесь, здесь их два. Это либо в торговый центр, либо в Пуэрто-Банус. Пуэрто-Банус это городок по близости, который входит в состав Марбайи, но он не настолько близко, что туда можно было пройти с пешком. Для того, чтобы добраться сначала в торговый центр, вам нужно будет сесть на автобус L1 или L3, то есть два маршрута туда ходят. С центральной остановки Марбайи? Да, с центральной остановки Марбайи. Но и здесь не все так просто с автобусами, потому что с Лаконяды, с торгового центра, в центр Марбайи ходят другие номера автобусов, это L3 и L6, то есть единичка не ходит с торгового центра, только вы торговый центр. Поэтому будьте внимательны. Ну и второй маршрут, куда можно поехать с Марбайи, это Пуэрто-Банус. В Пуэрто-Банус ходит всего лишь один автобус и его номер L1. В нем нет никаких особенностей, то есть вы можете сесть в Марбайи на L1 и вернуться в Марбайю с Пуэрто-Бануса тоже на том же автобусе, то есть нет таких разных маршрутов, как с торговым центром. Платить за проезд нужно прямо водителю, входить только через переднюю дверь, только так. Проезд стоит около евро 20, евро 17, как-то так, по-моему. Ну и здесь не обойдемся без особенностей транспортной системы Марбайи, потому что водители не примут у вас купюры больше 10 евро. То есть если вы дадите ему двадцатку водителю, он вам скажет, что у него нет сдачи и у вас не получится сесть в автобус. Поэтому заранее приготовьте мелочь, подойдет купюра 5 и максимум 10 евро. И, конечно же, главный маршрут – это аэропорт. Как добраться с аэропорта в Марбайю, с Марбайи в аэропорт. Итак, в аэропорт вам нужно прилететь в Малагу, это самый ближайший аэропорт к Марбее. Итак, вы в Малаге в аэропорту, вам можно купить, можно снять такси, но это будет дорого. Я даже не знаю, сколько это будет стоить, но это будет дорого. Или второй вариант – поехать на автобусе. Есть прямой автобус – аэропорт Марбее. Вам просто нужно подойти в кассу, купить билет, по-моему, стоит 8 евро с человека, как-то так. И этот прямой автобус привезет вас в автовокзал в Марбее. Точно так же вам нужно будет уехать назад. Вот и все. С автовокзалом мы советуем вам взять такси, потому что такси в Марбее недорогое. И цена поездки с автовокзала до центра Марбее обойдется вам в 8 евро. Итак, кому же нужно ехать в Марбее отдыхать? Кто вообще здесь отдыхает? В основном здесь отдыхают люди от 30 лет. Это связано с тем, что здесь дорогая недвижимость, и обычно пенсионеры покупают здесь себе домик и живут. Поэтому вы увидите много людей за 50. Но лично нам, людям, без миллионов и до 30, есть чем здесь заняться. Если мы хотим оторваться, мы едем в Пвердобанус. Там есть много кафешек, есть много ночных клубов. Если мы хотим просто покупаться и позагорать, мы остаемся в Марбее. В общем, здесь каждый найдет себе развлечение на свой вкус и кошелек. Обязательно приезжайте в Марбее, наслаждайтесь этой ангелосийской, испанской атмосферой. Путешествуйте. Спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.